Всем привет друзья, с вами Варчик, взял три отменки на WZ-111, поэтому настало время поговорить про него, сейчас я вам расскажу какие у него плюсы и минусы, хороший танк или нет, стоит ли его брать. Итак, давайте начнем как обычно с рассмотрения его брони, в плане брони этот танк очень хорош, самое простое куда его можно пробивать это конечно же НЛД, оно имеет не очень хороший угол, 120 мм, с переведенкой получается 170 мм, если даже доворачивать, получается всего на всего там 190 примерно, в принципе НЛД это реально уязвимая зона и пробить его легко, но если его спрятать, что остается? В ЛД уже 200 плюс миллиметров, поскольку тоже 120 мм и находится оно под дикими углами, поскольку оно мало того, что щучий нос, так еще и имеет очень много разных граней. Оно похоже на стрелу, идет вот такая плоскость, с одной стороны, со второй, снизу очень большой наклон, 120 мм тоже, но приведенки 300 мм. Получается у нас идут два треугольника снизу, которые чуть ли не лежат на ВЛД, потом идет такой подъем стрелой, такой в виде стрелочки, у нас тоже 200 мм. И люк Мехода тоже имеет огромный наклон и здесь приведенки получается 300 мм, то есть очень много мест во лбу, которые не пробиваются. Лючок Мехода очень толстый и внизу выше НЛД два места по 300 мм. То есть эта броня очень хорошая, если сравнивать с теми же самыми танками льготными, которые у нас есть и даже некоторыми нельготными, как ИС-5, то здесь броня очень впечатляющая тем, что тут как ни крути танк, всегда есть место, которое просто не пробьется никем. И это всегда хорошо, что такие места есть, поскольку в игре игра ВБРная и снаряд всегда туда может попасть даже случайно, если даже враг не хотел. Если мы доворачиваем, понятное дело, что внешняя щека начинает танковать лучше, а внутренняя щека становится менее бронированной, но все равно за счет углов тут становится броня чуть меньше 200. И при этом, при всем, в остальных местах, где брони было много, брони меньше не становится, поэтому танк в броне очень хороший. Продолжим за корпус. Никаких дыр там внизу или где-то там еще у нас в борту нет. Просто чем дальше мы целимся вдоль корпуса, тем приведенки больше, чем мы ближе к переднему катку, тем меньше, потому что тут угол становится меньше. Поэтому, если мы правильно выставляем бортик, то брони становится очень много. Вверху у нас экран, и брони здесь получается 600, 300, 500, и внизу у нас, там где нет экрана, вот только гусеница, у нас 300 мм. Если сильно не перекручивать, то брони достаточно, чтобы танковать все. При этом борт достаточно длинный, удобно танковать и спереди, и сзади, обратным ромбом. Танк в плане танкования очень удобный и приятный. Сзади имеются скосы, но они тоже не самые тонкие, здесь 200 приведенки получается. В общем и целом, у нас и во лбу броня очень хорошая, и в борту броня хорошая. Наверное, лоб башни дыра, но нет, никаких дыр во лбу башни нет. Здесь 600, 200, 400, 300, в щеках по 500. Брони здесь очень много. Самое тоненькое место, это слева и справа от орудия, тут просто меньше всего приведенки, 250 мм. Это самое тонкое место во лбу башни. Слева и справа от орудия небольшие зоны по 250 мм. А это льготный прямтанк 8 уровня, он к десяткам не попадает. И такая лютая броня у нас имеется, без каких-либо дыр. Нет у нас ни в пушке дыр, ничего. Единственное, что может снаряд в крышку корпуса попасть, но это если враг был выше. Либо если он попадет в пиксель какой-нибудь здесь, в погон башни, но туда пробиваются в основном все танки. Это не исключение. Может быть у нашего танка крыша будет пробиваться по правилу трех калибров? Но нет, здесь крыша 55 мм. Так просто ее не пробьешь ни по какому правилу трех калибров. Может быть лючки ультра тонкие, так левый лючок 175 мм. Поскольку он находится под каким-то там наклоном неведомым, и он не самый тонкий получается. Но вот правый лючок у нас всего лишь 160 мм. Как для льготного танка это далеко не самые тонкие лючки. Броня в общем и целом получается поинтереснее, чем у ИС-5, который не льготный, чем у ИС-6. И даже может подконкурировать с броней 112. Но если не спрятать НЛД, конечно он пробивается легко. Но можно танковать и от башни, не бояться, что будут пробивать легко крышу. Да, лючки в целом большие. И на ближней дистанции, стоя на месте, их будут легко пробивать. Но можно еще и бортом танковать. И обратным ромбом, и как угодно. И в ВЛД так просто его куда попало не пробьешь. По броне танк просто, как для льготной прем-восьмерки, самое что ни на есть отличное. Получается, что броня у нашего танка замечательная. Нет никаких тайных дыр в броне. Все прозрачно и понятно. Очень много максимально толстых мест, которые никогда не пробьются никем. И это хорошо, что они есть. Можно бортом потанковать. Можно потанковать у нас лбом башни. Лоб корпуса не самый тонкий. Имеет места, которые просто не пробьются никем. Единственное, что НЛД реально пробивается легко. И лючки на башне тоже внушительного размера. Не составляет труда их выцеливать. Но радует, что довольно-таки крепкая крыша башни. Да и лючки на самом деле не самые бумажные. У того же самого ИС-6 броня в башне намного хуже. Самые тонкие места у ИС-6 во лбу башни это щеки по 190 мм. А у нас, у ВЗ-111 в маске самое тонкое место 250. Это в разы толще. К тому же у ИС-6 крыша тонкая и пробивается по правилу трех калибров. И лючки по 150 мм. А у ВЗ-111 правый лючок 160 с хвостиком мм. А левый 175. Да, они чуть больше. Но это скажу вам по секрету. Крыша ИС-6 пробивается куда попало. Если у вас нормальный калибр и вы стреляете с того же самого деструктора. Как у ИС-6 или у ВЗ-111 или у 112. Такие крыши пробиваются на вылет. На удивление броня очень хорошая. Но наверное он медленный. Но это и удивляет. Он нет немедленный. У него максималка 50 км вперед 15 назад. Он едет реально как СТшка. Можно спокойно ехать на фланг с СТшками. Вы от них не отстанете. У вас 50 максималка. Удельная мощность 2339. Да, это чуть меньше чем у ИС-6. Но ИС-6 уперся в 35 км и дальше он не поедет. А у нас 50. Носиться как СТ. Иметь броню реально тяжа. Даже наверное лучше чем у некоторых льготных тяжей. Так к тому же у нас деструктор. Который имеет точность не 0.44 как у ИС-6, 112 и так далее. А 0.42 у нас еще и пушка точнее. Но единственное что подкачало ДПМ 1872. В ДПМе мы уступаем. Но вот эти крохи ДПМ они на самом деле решают не так уж часто. А вот лишние 15 км скорости вперед. Вот это реально решает. На некоторых картах можно намного раньше приехать и занять какую-то позицию. Начать уже зацеливать какой-то переезд. Пострелять урон по перекатке. Заранее получить преимущество в бою. Занять бесплатно безопасно какую-то позицию. Потому что никто особо не успеет с такой-то скоростью приехать впервые вас. Так еще и когда мы займем эту позицию. Броня скажет врагам что так просто куда попало вы нас не пробьете. Так где же минусы у этого танка? На мой взгляд минус у него только один. Минус 5 градусов УВНов. И в нынешнее время когда все карты перекопаны. Этот единственный минус об который могут споткнуться многие. И так и не осилить этот танк. Да 5 градусов это не так уж и мало. Но на самом деле в нынешнее время в игре World of Tanks не делают танки у которых УВНы хуже чем минус 5. Наоборот выпускают танки у которых УВНы ну минимум там минус 8, минус 7. А то и все минус 10. А иногда и минус 11 выпускают. Буквально недавно был танк за марафонах где пушка опускалась чуть ли не под себя. И вот эти вот 5 градусов старых которые здесь у этого танка уже очень давно. Это единственный грубо говоря минус и очень жесткий. Все остальное по пушке все как у остальных. Льготных таких же танков. 196 пробития ББшкой. Но голда китайская 250 кумулем. И это намного лучше чем у того же ИС-6. Единственное в чем мы уступаем ИС-6 это ДПМ. Все остальное у нас лучше это 100%. ДПМ и УВНы. Так к тому же у нас еще и обзор такое впечатление как будто бы от СТшки. 380 утяжа 8 левела. Когда у того же ИС-6 350. Мы можем и с СТшками поехать и с тяжами. И нигде мы не будем чувствовать себя обузой. С СТшками мы успеем приехать. С тяжами мы сможем легко потанковать. И в обзоре мы не обделены. Но так долго этот танк у меня находится в ангаре. И так долго я не мог взять на нем 3 отметки. Пару раз я пробовал. Но каждый раз бросал. Поскольку недостаточная прямота рук не позволяет реализовать такой танк. Поскольку нужно знать куда применить эту скорость. Ну есть она и есть. А если ты не знаешь куда ехать. То просто эта скорость лишняя есть. Без применения она существует. И ничего никакой пользы не приносит. Поэтому если вы по скилу непонятно что. То не поймете куда реализовывать эти лишние 15 скорости вперед. Ну есть у нас полтинник и есть. А вот хорошая броня подойдет любому игроку. И сильному и слабому. Слабому это прощение ошибок. А сильному это на жесткой имбовой позиции. От брони душить врагов. Но вот минус 5 градусов у Вейну сложно будет всем. На мой взгляд слабым игрокам этот танк скорее всего вряд ли подойдет. Реализовать его будет очень сложно. В основном из-за 5 градусов у Вейнов. Тот же самый ИС-6 обладает меньшей скоростью максимальной. Там лучше ДПМ. Лучше опускается пушка. Хоть и на 1 градус то будет легче. Что ВЗ-111. Что ИС-6. Оба продаются за голду в клиенте игры. Оба продаются за боны тоже в клиенте игры. Только ВЗ-111 за голду продается как ВЗ-111. А за боны продается как Альпинтигр. Альпинтигр это тот же самый ВЗ-111 только в стиле. Черно-серебристый какой-то там тигр. По сути разницы никакой только внешний вид. Поэтому на мой взгляд если скилл позволяет. То ВЗ-111 стоит своих. И бонов. И голды. И за что хотите его берите. Танк хороший 100%. Но чтобы его реализовать. Нужно понимать куда деть эту скорость. Где можно занять эти шикарные позиции. Как ездить по карте. И куда вовремя там перемещаться. Менять фланги. Эта скорость вам позволит делать все. И как тяж. И как СТ. К тому же у нас еще и обзор 380. Что поможет нам получать лишнее серебро в бою. Стреляя по своему засвету. И подсвечивая иногда врагов. И видеть тех кто по нам стреляет. На адекватной дистанции. Буквально год назад я бы на этом танке 3 отметки не взял. Но если очень сильно постараться. Стремиться к повышению скилла. Равнять свои руки. То потом этот танк выдает такие чудесные результаты. Что просто капец. Как в этом бою. Получилось сделать что-то невероятное. 7000 урона. 11 фрагов. Вся грудь в орденах. В общем не бой а заглядение. На мой взгляд какой-то там ИС-5. Вообще не стоит. Ни копейки на фоне таких вот ВЗ-111. Но на ИС-5 и придурашка. Поездит там 1000 урона. Куда попало постреляет. Стреляя с вертухана. Пока будет умирать. А вот на ВЗ-111. УВН и не будут позволять стрелять. Черт и как отовсюду. Здесь нужно постоянно контролировать рельеф. Правильно наклонять танк. Чтобы пушка опускалась. И самому еще не подставляться. Чтобы нас не пробивали там. Но танк реально годный. Честно говоря даже плохого нечего сказать за этот танк. Я когда брал 3 отметки на этом танке. У меня за последние 10 боев которые я сыграл на ВЗ-111. Получилась средуха 3 700. Даже если очень сильно повезет. На говняном танке такое не сделаешь. Поэтому на мой взгляд танк очень хороший. Для людей с прямыми руками. Тем более он еще и льготный. Не попадает к десяткам. С вами был Варчик. И рать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok